Семья Дударевых совсем скоро будет отмечать годовщину своего новоселья. За это время они сделали здесь ремонт и небольшую перепланировку. В общем, 300 тысяч рублей разгуляться фантазии особо не дали. Еще здесь много чего не доделано. То есть надо двери поставить, полы теплые хотелось, потому что все-таки первый этаж, ребенок маленький, ползает, жалко. 50 тысяч рублей им сейчас были бы кстати, но их агентство недвижимости «Импульс» супругам не отдает. Полтора года назад риэлторы взяли с Дударевых предоплату за покупку квартиры, но спустя время ни ее, ни специалистов они больше так и не увидели. Прошел январь и февраль прошел, документы не были оформлены. И мы уже начали подыскивать свои варианты, уже обратились к другому агентству. К нам быстренько нашли вот эту квартиру, в которой мы сейчас живем. Решали проблему и в полиции, и в прокуратуре, и даже дошли до суда. Там присудили выплатить Дударевым не 50, а 80 тысяч. Часть денег риэлторы вернули, остального нет. В настоящий момент уже получается, какое число сегодня, 16 апреля 2014 года, даже по решению суда, вот оно у нас имеется, мы этих денег не видим. Впрочем, судьбу агентства через две недели решит закон. За неисполнение судебного решения главу фирмы ждет до двух лет тюрьмы. Мы предупреждаем об уголовной ответственности, сроки, конечно, не даем, и буквально, если в течение данной недели она не погасит какую-то сумму, то тогда к ней будут меры применены. Агентство недвижимости «Импульс» по-прежнему работает. В офисе есть клиенты, им также обещают помочь. Однако директора сегодня на месте не оказалось. Мы ей попытаемся позвонить. Между тем, сыну Дудареву Хроме сейчас уже почти год. Когда эта история началась, он еще не родился. А ведь мама с папой так торопились решить проблему с жильем к появлению ребенка. Вернут ли они деньги хотя бы к его совершеннолетию – большой вопрос.